По поводу жителей района Ясенева, Ясногорская день, 310 квартир. Меня зовут Труния Ольга Михайловна. Вы сейчас нас всех убедили, что застройка ведется по планам, которые были разработаны много лет назад. Тогда на каком основании и какой необходимостью вызвано выстроение сейчас у нас подобными на маленьком пятачке торгового центра, какого-то общественного. Когда у нас три торгового центра, и из них два совершенно пустые, скажите, у нас пятачок маленький, у нас со всех сторон, и сейчас наш дом единственный имел возможность дышать вот от этой девятой площадки. Сейчас там, это улица Ясногорская, владение 7, корпус, вернее, владение 1, дом 7, наш дом. А на владении 1, по этому адресу, сейчас идет точная настройка. Все это делается под мокровом ночи, заводится ночью, после часа ночи. Здесь просто, на каком основании, вы говорите, что тройки точечной нет, и что проекты были уже давно. Спасибо. Пожалуйста, делай мне на пол. Я житель района Ясного. Меня очень, как жителя и как ватеросъемщика, волнует то, что на Ясногорской 7 незаконно заняли нашу территорию. Мы получили ПТИ, и прошу меня не перебивать, это надо бы домовая территория. И почему их, и как господин Лапшина, Александр Сергеевич, подписал на строительство этого центра. Это непонятно чего, был 21, непонятно там, что написано. Ломают все деревья, их колесили, ночью, под мокровом ночи, все сделали. Там что вары, а кутанку. Копали скотлованные, потом там вода привелилась, нет она в счет, у нас постоянно гайский свет, камень в воде. Вот это бездумие, когда закончится. Друзья мои, я вот, при всем уважении, ну, это вопрос, что распятый, наверное, вот, я... Вот, давайте, вот, и я вот этой девушке скажу, вот, которая сказала, я не говорил, что все это будет учтено. Я говорю о том, что, пишите, это будет рассмотрено. Это не само по-моему, не отписано. Рассмотрено, не отписано. Потому что жители гигантское количество. И каждый, кто пишет, я хочу вот так, а я хочу вот так, это не может быть учтено. А без обоих! Без обоих! Меня зовут Дмитрий, я с Ясногорской семь, район Ясин. Значит, у вас на проекторе, вот на этих бумажках, вы со сцены говорили, что жители мнения учитываются. Но, вот у нас 319 квартир, 800 подписей. Почти, ну, 99% взрослых людей поставили подписи, что они против этой стройки. У вас 0 подписи. Откуда вы решили, что мы за эту стройку? Вы провели такое же согласование, о котором не было ни один житель нашего дома. Ни один житель не сдал от этого, что там будет какое-то согласование. Вы провели его сами, без нас. Без нас за нас поставили подписи. И сейчас вы, господин Сахаров, говорите, что кто-то хочет, кто-то нет. У вас 0 подписи, у меня 0. Покажите, что кто-то из нашего дома хочет эту стройку. Мошенники, мошенники! А в чем вопрос у вас, мне скажите? Отличайте, но вопрос в том, что не было. Я могу повысить вас больше, чтобы вы говорите, что оно было. И вы сказали, что вы за стройку. А вы против, все против, все. Я не говорю, что я не уйду никогда. И говорю то, что я говорю, понимаете? Не надо меня перетеркивать никогда, пожалуйста. Я говорю совершенно не о том, что... Я говорю о том, что если мы записываем замечания, они будут рассмотрены. Мы не можем учитывать все замечания каждого жителя города. Это невозможно. И это никогда не было, и никогда такого взаимодействия в практике. Но они это признали! Понимаете? Потому что миллионы жителей усказывало свое мнение. Поэтому, извините, но у строителей, и те, кто занимается проектированием, есть свое. Есть форма согласования с жителями. Сегодня мы за этим вам и пришли. Если вы даете свои предприятия, эти рецензии будут рассмотрены комиссией при правительстве Москвы. Вот это безумие тогда закончится!